Всем доброе утро! Мы сегодня с Алексеем вместе выспались вдоволь. Время без 10 час. Алексей вчера вообще полпятого утра лег, поэтому сегодня он прям поспал хорошенько. О, на улице как, посмотрите. Минус 9, с утра было минус 21, представляете? Холодрыга просто нереальная была. Кто-то уже со школы идет. У нас сегодня дети. Ну, Олег всегда допоздна учится, а Мишане сегодня до без 15-ти трех. Такая у нас погодка. Тимофеюшка, ты все в своей коробочке, да, малыш? Удобно тебе там, Тима? Мяу, мяу. Ой, ножки маме ласкает. Побежал маме, ножки ласкает. Привет, Мишонок. Привет. Как дела? Хорошо. Покажи, что тебе девочки подарили. Мне только по-английскому 4. 4? Ну, завтра исправишь пойдешь. Не смогу уже. Ну, вдруг тебе дадут работу. И ты напишешь, и тебе поставят отметку. Я попросила, она сказала, но я не знаю, что тебе можно сделать. Ну, и черт с ним, тогда вот я вижу, для мамы самое главное, что я вижу, что ты очень стараешься. Я видела, что ты очень старался, у тебя последние 5 с плюсом, 5, 5, 5, 5, там последние подряд 5 пятерок идут. Я вижу, что ты стараешься, что ты знаешь английский, поэтому если выйдет 4, ничего страшного. Все остальные зато у тебя пятерки. Девочки, сегодня подарили мальчикам на 23 февраля вот такие ручки. Вот это черная, да, Миша? Покажи, как она открывается у тебя. А вот это синяя. Вот она. А синяя еще фонарик, да, Миша? Покажи. Ну, это не фонарик, это, по-моему, бриллиант какой-то стоит. А, просто... А, просто блестящий такой. Ага, это синяя. Короче, один... Вот, смотрите, как она открывается. Крутить, да, надо? Не вот так вот. Ага. Не вот так вот, а вот так вот. Ага. Еще можно здесь немного подкрутить, она будет светлее. Сейчас она вот такая вот. Сейчас она будет... Такая же. Нет. В общем, одна ручка вот с таким вот солдатиком. С этой, с колпачком. А вторая? А вторая ручка в виде ракеты. Такие подарки Миша получил, да, Миш? Иди переодевайся. Все мальчики. А, все мальчики получили. Иди переодевайся, Мишутка. Дети казахскую халбу открыли? Ну как? Вкусная... Обычная халва, не знаю, какая-то странноватая немного. Какая-то держит форму хорошо как-то. Ну, обычная халва. Обычная халва тоже вкусная, что-то, Олег. Посмотрите на этого клубочка мохнатого. Сема, удобно? Удобно, да? Ты маленький сладкий. Хотела вам показать банки. Мама дала брату моему 5 баллонов ассорти. Сейчас покажу. Вот такой ассорти. Нам 2 баллона. Брату нужнее. У него там родственники приехали. Вот такой ассорти. Здесь, значит, кабачки, огурцы, помидоры, морковка и капуста. Очень вкусно. И вот такой нам достался томатный сок. И вот еще вторая банка ассорти. Также мама дала нам 2 банки кадича. Это баклажаны по-корейски. Вот. И вот такие 4 банки персикового варенья. Мы когда там были, детям так понравилось, что она нам аж 4 банки навязала. Персиковое варенье вот такое. Также нам родители дали сундя. Мы как-нибудь мукбанк снимем безрецептурный. Ой, мама. Вот здесь сундя у меня заморозила. А здесь пельмени дали. И кусочек копченого сала я вот так заморозила. Такой же кусочек мы с Алексеем уже умяли. А половина еще... Ну, то есть, мама дала большой один кусок. Я его разделила пополам. Половину отдала брату. Сказала маме так сделать. А половину... Четвертинку, получается, мы съели. А четвертинку положила в морозилку. Вот так. Значит, что нам еще дали родители, Леш? А еще пигоди. Пигоди. И холодец. Мы вчера поздно приехали, поэтому я вам все показываю отдельно, частями. Распиханные холодильники, да, Леш? Мы с Алексеем что-то как-то лицом прощелкали, прозевали ужин. А теперь все равно голод не тетка. Привет, Алексей, ты здоровался сегодня? Нет, я даже не знаю. Привет. А голод все равно не тетка. И поэтому Алексей, он хлеб вытащил с салом. А я хлеб сейчас... Голод дядька, потому. Голод дядька, да? А я хлеб сейчас с холодцом поем. Вот. Нам приятного аппетита. Время уже 20 минут первого ночи. Дети наши спят. Привет, наши дорогие и любимые зрители. Я вам обещала распаковку посылки из Казахстана. Но, к сожалению, как вы видите, мы в новом антураже. Мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге. Приехали осуществлять мою мечту. Вот. Может быть, кто-то знает, кто смотрит нас уже давно, что я обожаю Татьяну Буланову. Ну, сейчас уже не так, но когда я была помладше, это было просто невыносимо. Как я фанатела. Прям вот. Не дай бог кто-то, если был анонс, что будет там на той или иной передаче или концерте Татьяны Булановой, и не дай бог кто-то попытается переключить канал, просто это смерти было подобно. Вот. У меня было 9... Тогда еще аудиокассетами пользовались, не дисками. 9 аудиокассет, разные-разные выпуски ее альбомов, разные сборники и так далее. И 4 видеокассеты. Видеокассеты, помимо того, что мне дарили тоже сборники, я еще вот то, что по телевидению объявляли, что будет Татьяна Буланова, каждый фрагмент, каждое там ее интервью записывала на видеокассету. Таким образом, у меня накопилось 4 видеокассеты и 9 аудиокассет. У меня еще была тетрадка, где я записывала тексты ее. Поэтому, когда я увидела в Инстаграме, что будет петь Татьяна Буланова, и когда я посмотрела, что самые дорогие, прям у сцены билеты стоят 3,5 тысячи, на минуточку, это 50 долларов, даже меньше. Вот, конечно же, я была бы не я, если бы не подошла бы к Алексею и не спросила, хотел бы он сделать мне такой приятный сюрприз и поехать вместе со мной на концерт Татьяны Булановой. Конечно же, Алексей согласился, потому что Алексей очень-очень любит сделать всегда мне приятное, а если это моя мечта, это прям вот, это прям моя самая заветная мечта. Поэтому, конечно же, Алексей согласился, и мы купили два билета с Алексеем вдвоем поедем на концерт. И поскольку концерт Татьяны Булановой совпал с детскими каникулами, конечно же, мы решили привезти тоже в Питер детей и культурно их просветить. Так вот, какая была ситуация. Я арендовала уже жилье, вот это, где мы сейчас находимся, а потом пришла информация о том, что детям продлили каникулы, и мы решили еще на пару дней задержаться в Питере, чтобы все уже посмотреть и больше сюда не возвращаться. Все, поставить галочку, Питер нами изучен. И в итоге теперь передо мной встала задача, что еще на два дня нужно снять жилье. Я написала хозяйке, можем ли мы доплатить ей и продлить наше проживание еще на два дня. На что она сказала, у нее уже забронировали другие люди, поэтому нам надо будет съезжать тогда, когда мы планировали съехать. Соответственно, передо мной встала задача, что надо найти новую квартиру еще на два дня. Я ее нашла, нашла ее очень поздно, уже забронировала. Нам ехать рано утром, мы в 6 утра планировали выехать, а встать надо было, соответственно, в 5 утра. Короче, я в 3 часа ночи только закончила бронирование, все забронировала. В итоге, когда мы уже в пути были, я вам сейчас эту историю тоже расскажу, когда мы были уже в пути, мне эту бронь хозяйка отменяет. Вы меня извините, говорит, я сейчас временно не сдаю квартиру. Отмените, говорит, мне, говорит, отмените, пожалуйста, бронь. Но я же понимаю, что если я отменяю бронь, то Airbnb берет с меня в любом случае свою комиссию. Мне это вообще не нужно. Потом с Airbnb оказалось не так. Я вам сейчас расскажу эту ситуацию. Но с букингом, когда отмена происходит, букинг помогает клиенту найти равнозначное жилье. У нас такое было, они нам предлагали за такие же деньги, но подальше от моря. Это было дело в Батуми. Я говорю, нет, извините, у меня от моря квартира находилась буквально там в 300 метрах. Мне нужно в радиусе 300 метров квартиру предложить. Они мне предлагали полтора километра. Я говорю, извините. И получилось, что в радиусе 300 метров хорошее жилье, которое бы меня устроило, оно оказалось в два раза дороже. В итоге эту разницу в цене, которая вот между той квартирой, которой нам хозяин отказал перед поездкой, и между той квартирой, которую в итоге нам букинг забронировал, оказалась цена в два раза выше новая квартира. И вот эту разницу оплачивал сам букинг. Я не знаю, как они этот вопрос решали. Может быть, они с хозяина за то, что неустойку взяли, за то, что это по хозяину вине произошла отмена бронирования. Не знаю, как они там уже между собой разобрались, но мне они эту сумму возместили. То есть с меня они взяли ровно ту сумму, которую я оплачивала за первую квартиру, а разницу... В итоге я оплатила полную сумму, но эту разницу они мне потом вернули. Но с IRON BNB не так. Хозяйка здесь тоже уже все, бронь подтверждена, оплата прошла. Хозяйка отменяет. Мы уже в дороге едем. Мы проснулись в 5 утра, собрались, выехали в итоге в 6.20. В 6 не получилось выехать, пока собирались. И уже в дороге потом хозяйка мне пишет. У меня интернет по всей России. Я получаю сообщение на e-mail, что извините, я вам отказываю в броне. Я давай связываться с IRON BNB. У них не так. У меня за 2 дня стоимость аренды была 3777 рублей. И IRON BNB возвращает мне эту сумму на карточку. А на баланс... Вернее, нет. А на почту присылает промо-код на 377 рублей. То есть они 10% от стоимости вот этой отмененной брони 10% мне дают в виде промо-кода. То есть таким образом они решают этот вопрос. Но равнозначное жилье не помогают найти. И уж тем более разницу в цене не собираются возмещать. Вот. Все. Промо-код дали на 10% и довольствуйтесь. Ну, тоже неплохо, скажем так, да. Но что касается вот таких вот неприятных ситуаций, с букингом они решаются значительно легче и приятнее в пользу гостя. Вот. Поэтому пока вот эта вот квартирная волокита. Легла я в 3 часа. Проснулись в 5 часов. Потом приехали мы в Питер, и мне надо монтировать видео. А в Питере мы приехали, и мы еще пошли погулять. Мы уже успели в Гранд Макет сходить. Все будет позже. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Все это покажем обязательно позже. Я уже на Мукбанге сказала, что так получилось, что в Гранд Макете у меня видео будет больше, чем на час. Но мы отдельно, как влоги снимали, что у нас в течение дня происходит, мы будем снимать. Отдельно выйдет влог. А Гранд Макет этот тоже выйдет отдельно. Если кому-то интересно, там безумно красиво, там безумно вообще невероятная... Короче, Россия в миниатюре. Не буду забегать вперед. Потом позже все сами увидите. Если кому-то интересно, то, пожалуйста, смотрите, гуляйте вместе с нами. Мы в Екатерининске, в Эрмитаж, везде будем ходить. И все я буду подробно снимать и выкладывать на канал. Кому интересно, обязательно переходите на такие видео. Смотрите, гуляйте вместе с нами. А кому нет, можете просто пропустить. Я в любом случае загружу эти видео, потому что моим же детям через несколько лет будет очень хорошая память останется. Я даже не делала фотографии. Ну, фотографии я могу, в принципе, по стоп-кадру сделать. Но мне они не нужны, понимаете? Мои дети потом зайдут через 10 лет, включат это видео и вспомнят это все, понимаете? Это очень хорошая память останется для нас. Ну и кому будет из вас интересно, тоже смотрите. Вот. Так. Значит, потом мы приехали домой, и мне нужно монтировать видео. Потому что, когда мы наснимали материалов в гранд-макете, очень много материалов. Потом влоги снимали. А влоги у меня там копятся несколько-несколько влогов. Влоги у меня выходят всегда немножко с запозданием. То есть, если вы видите сегодня влог, то этот влог снят 2 или 3 дня, а может быть даже 4 дня тому назад. Вот. Соответственно, когда я приехала домой, мне уже телефон несколько раз написал. Недостаточно памяти. Пожалуйста, там, разгрузите память. Недостаточно памяти. Я понимаю, что сейчас наступит новый день, и я не смогу ни один влог даже записать. Я начала удалять. Но поскольку голова в тумане, представьте, 2 часа всего спала, в дороге не спала. Квартирный вопрос решала, в машине не спала тоже. Вот. Потом мы приехали, быстренько перекусили, побежали в этот гранд-макет. Спина отваливалась. Я уже Алексею говорю, от метро не могу дойти. От метро идти минут 12-15 максимум. И Алексею говорю, давай от метро такси возьмем. В итоге мы зашли потом в Макдональдс детей покормить. Хорошенько отдохнули. В Макдональдсе детей покормили. И я смогла дойти до дома. Просто вот уже ноги отваливались, спина никакая была. Уже хотелось давным-давно в постель спать, отдыхать. Но мне нужно монтировать. Было видео. И я понимала, сейчас наступит новый день, и мне некуда уже записывать. Никакого влога просто не смогу записать. Я начала удалять. И вот представьте, голова в тумане. Я вот удаляла, удаляла. И, к сожалению, удалила распаковку посылки из Казахстана. Ну, хочу сказать, Виолетта из Казахстана. Огромная человеческая благодарность. Просто вот такая гора конфет. Монеты. Банкноты Казахстана. Монеты еще советских времен. Там, по-моему, даже какие-то юбилейные монеты. Огромное спасибо. Мальчишки счастливые. Я туда не лезу в эту нумизматику. Но конфеты, они все настолько вкусные. Фирмы Рахат. Потом я вам сейчас покажу. Мы с собой в дорогу брали вот такой казахстанка шоколад плиточный. Он такой вкусный. Это просто безумная вкуснятина. Вот не зря здесь написали золотыми буквами Казахстан. Прям эта шоколадка достойна быть написанной золотыми буквами. Я всегда сравниваю с Аленкой российской. Аленка российская очень вкусный шоколад. Но вот этот превзошел Аленку. Потом у нас вот такой шоколад с арахисом. Тоже вкусный. Ну, на первом месте, конечно же, вот этот. Но вот этот тоже вкусный. Уже почти все съели, видите. Вот. Вот такой шоколад горький. Тоже очень вкусный. Нам, взрослым, прям зашел очень хорошо. И огромное количество на развес. Потом еще у курочка ряба вот такие вот яички. Ну, я вам из дома еще покажу. Буду влоги снимать, покажу еще. Вот. Все очень вкусное. Безумно вкусное. То, что на развес вот такой прям пакетичек конфет. Любую конфету берешь. Это просто шедевр. Одна вкуснее другой. Огромная человеческая благодарность, Виолетта. Спасибо большое. Вы прям очень щедрый человек. Очень щедрый человек. Я уверена, что вам в миллион раз все это придет. Божник все видит. Вас дастся. Пусть в доме всегда будет полная чаша. Дай бог здоровья. Было бы здоровья. Остальное все купим. Спасибо еще раз большое. Но, к сожалению, вот эту распаковку я удалила. Мало того, что я удалила, я еще и корзину почистила. То есть, уже я восстановить не могу. Вот. А там, конечно, Мишутка вещал. Вау! Вау! Там-то столько эмоций было. Олежка Сдержан тоже говорил. О, спасибо огромное. Ну, то есть, простите нас, пожалуйста. Меня. Конкретно меня, что я удалила это видео. Вот. Но в любом случае, знайте, что мы очень вам благодарны. И просто, зная Мишу, какой он эмоциональный, просто знайте, что он очень эмоционально радовался вашей посылке. Был счастлив. Ну, и сейчас тоже счастлив. И аккуратненько все это в свои журналы, монетки сложил, банкнотики сложил. У них есть журнал, не журнал, там книжка, короче, для специально монеты, специально для банкнот. Все это аккуратно сложил. Потом пошел, ручки вымыл, шоколадки покушал. Ну, в общем, удовольствие вы нам доставили огромное. Вот. Так, что еще сказать? Ну, немножко, что еще там не успела удалить, не доудаляла, то я вставлю в это видео. Вот. Ну, собственно, и все. А дальше вы уже будете смотреть завтра, послезавтра и так далее, как мы собираемся в дорогу, что мы с собой берем, как мы едем. А потом уже путешествие по Петербургу будет. Квартиру, обзор обязательно сниму. То есть, наверное, в ближайшее время, там вот как мы в Питер уже приедем по влогам, вот, будет выходить, скорее всего, по два видео. Наши влоги, что у нас происходит, куда мы едем, что мы там, чем мы там завтракаем, что мы там делаем, чем питаемся, что варим и так далее. И отдельно будут достопримечательности выходить. В данном случае сегодня мы поедем в Екатеринский дворец. Отдельный будет фильм про Екатеринский дворец. Отдельный будет про Гранд-Макет. Отдельно про Эрмитаж и так далее. И отдельно еще обзор квартиры. Естественно, пока я еще квартиру не нашла, мне отменили, мне этот купон дали. Я квартиру еще на последние дни нашего пребывания не нашла. Я ее найду. Будет обзор и на эту квартиру, и на ту квартиру, куда мы потом переедем. Вот. Как-то так. Ну, а это видео буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok